Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачева-Черкесия. В эти минуты в Черкесске открывается республиканская осенняя ярмарка. В этот раз она разместилась на площадке сетевого магазина «Гиперлента». Свежую и качественную продукцию по ценам ниже рыночных на 15-20% представляют порядка 200 производителей из Карачева-Черкесии и соседних регионов. На ярмарке огромный ассортимент молочной и мясной продукции, овощей и фруктов нового урожая, кулинарные и кондитерские изделия, свежая рыба, мед, сахар и многое другое. Мероприятие будет сопровождаться концертной программой с участием творческих коллективов Карачева-Черкесии. Ярмарка будет работать до 16 часов. Также сегодня в Черкесске проходит и благотворительная акция. В СССР волонтеры рассказали о деятельности регионального штаба «Мы вместе» и о важности проведения данной акции. Алихан Лепшоков подробнее. Социальная республиканская акция «Копилка Победы» позволит оказать поддержку нашим военнослужащим, которые находятся в зоне СВО. В региональном штабе «Мы вместе» волонтеры и представители семей участников спецоперации готовят очередной гуманитарный груз и обсуждают подготовку к проведению 21 октября благотворительной акции в ходе республиканской ярмарки. Руководство Министерства по делам молодежи Карачаева-Черкесии подчеркивает, что всячески оказывают поддержку волонтерам в этом благом деле. Главой Карачаева-Черкесской республики Рашидом Бориспиевичем Темрезовым было дано поручение о создании единого республиканского штаба помощи военнослужащим и их семьям, а также, помимо этого, организацией проведения социальной республиканской акции «Копилка Победы». Следует обратить внимание на то, что весь некоммерческий сектор, общественные организации, движения, отдельные физические лица приняли активное участие в рамках деятельности единого штаба, созданного при главе Карачаева-Черкесской республики. Следует отметить, что данная акция реализуется уже на протяжении нескольких месяцев на территории Карачаева-Черкесии. В день республиканской ярмарки мы откроем пункт приема гуманитарной помощи, и это позволит каждому желающему оказать поддержку нашим ребятам, который находится в зоне СВО, отмечают волонтеры регионального штаба «Мы вместе». Очень хочется сообщить нашим жителям нашей республики о том, что 21 октября на территории торгового комплекса «Лента» состоится сельскохозяйственная республиканская ярмарка, на которую хотелось бы пригласить всех желающих для того, чтобы принять участие в благотворительной акции «Копилка Победы», где мы поставим в сбор пункт гуманитарной помощи, где желающие могут принести что-то для наших солдат, которые мы отправим на передовую, а также принять участие в благотворительной ярмарке, где все вырученные средства пойдут на помощь нашим бойцам. Мама военнослужащего Фатима Мамаева также активно принимает участие в сборе гуманитарной помощи. Любая наша посылка – это поддержка нашим детям, и каждый из них для нас является родным, уверяют представители семей участников спецоперации. Это моральная поддержка, это все для них. Мы их не тыл, мы такие же воины. Поверьте, за время и свое я стала многодетной мамой. У меня очень много детей стало. То есть помимо своих с пяти сыновей, у меня стало еще 15 сыновей стало еще. Потому что для них, как они говорят, когда мы получаем посылку, это запах из дома, это дом. И мы знаем, что уже есть силы, мы стоим и выполняем дальше свою задачу. Каждый желающий может внести свою лепту в победную копилку. И совсем скоро на республиканской ярмарке будет такая возможность. Алихан Лепшоков, Али Бастанов, Вести, Калачаева, Черкесия. В правительстве руководитель Минэкономразвития Артур Эйзао встретился с теми, кто будет представлять наш регион на международной выставке. Россия – эстрадные исполнители, спортсмены, люди, известные далеко за пределами малой родины, добившиеся весомых успехов в той или иной сфере. Теперь им поручено заняться продвижением бренда Калачаева Черкесия в информационном пространстве, в том числе о достопримечательностях, культуре и традициях народов. А 8 декабря на международной выставке пройдет День нашей Республики. Продвижение. Приглашаем вас всех одновременно в этот день прийти на форум-выставку, на наш стенд и максимально достойно презентовать нашу Республику, рассказать о ней и привлечь как можно большее количество людей на эти мероприятия. Сейчас о погоде на выходные, а после продолжим выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok Ряд художников Карачаева Черкесии получили юбилейные награды. Творческие и профессиональные заслуги художников Магомеда Хабичева, Коша Лиза Арманбетова, Натальи Мурашова, Кемала Таушунаева и Мустафы Кипкеева отметил Союз художников России. Союз художников Карачаева Черкесской Республики неоднократно себя проявлял на выставках России за рубежом и у нас в Карачаевой Черкесии. И много участия принимал на региональных выставках России. И мы всегда возвращались с результатами, с хорошими результатами. И вот на сегодняшний день наших художников-юбиляров отметили медалями, грамотами, дипломами. Ну, что сказать. Это говорит о том, что у нас Союз художников работает постоянно, каждый год получает какие-то результаты и показывают художники себя на высоком уровне. Это так неожиданно. Я очень, конечно, рада признать Союзу художников. Конечно, это как награда каждому художнику за многолетний труд, значит, участие в выставках неоднократных и выставках международных, Юг России. Вот я очень благодарна председателю Союза художников и вообще организатору, что они все-таки побеспокоились, оценили наш такой вот нелегкий труд. Мы не за медали работаем, не за грамоты, но когда нет какой-то благодарности, когда обращают на тебя внимание, это очень приятно, потому что хочется еще больше работать, хотя мы без этого тоже могли бы работать. Поэтому отрадно, что для моего народа тоже это большая весомость, потому что у Нагайца мало художников, которые получают такие награды. И других тоже я сегодня поздравляю своих коллег с высокими наградами. Я считаю, это высокие награды, потому что это отметила Москва, это Союз художников России. Спасибо, конечно, нашему председателю, что отправил нас к кандидатов на эти медали. Поэтому для нас радость, что мы еще больше будем работать и будем чувствовать, что мы художники, мы творцы, потому что копать, как археологам, нам очень многое нужно, каждому художнику в своем народе, потому что богатая культура, богатый фольклор, богатая история. Поэтому студентам тоже и ученикам я даю такие темы, чтобы они всегда были впереди нас, делали с соответственностью, потому что у детей, у студентов, это когда они работают, мне всегда приятно, потому что они должны быть всегда выше нас, и наши знамена, которые мы несем, они должны нестись дальше, потому что именно европейская школа, в которой учились в Карачаевске, я в Санкт-Петербурге, это прекрасная школа была, потому что когда мы ездим за рубеж, это не замечается, потому что на нас смотрят, как на мастеров. Даже там национальность не действует, с какой стороны мы приехали, не действует, мы творцы своего народа. Поэтому всем желаю, кто сегодня получил, главное здоровье, чтобы не было темы войны просто. Я хотел бы, чтобы войны темы не было. Была просто культура, обычаи, традиции, то, что я говорю, наших народов, прекрасной нашей республики и всей России. Конечно, приятно получать такую награду, тем более от нашего родного Союза художников России. Во главе нашего Союза несколько лет уже возглавляет наш известный художник Харис Магомедович Атаев. Благодаря его стараниям, благодаря его хождениям с нашими художественными достижениями, вот мы и получили, ну, тоже за свой труд, естественно, за труд своих коллег, все получили медали эти. Ну, медаль – это какой-то вот такой образ наградной, но в смысле аккумулирует в себя. Это вот здесь творческий процесс, который он прошел, художник, и в дальнейшем напутствует на дальнейшую творческую деятельность, совершенствование каких-то моментов творчества, поиски обязательно. То есть это мотивирует на дальнейшее развитие искусства в нашем лице, в лице коллег и так далее. Конечно, это награда нашего скромного труда, подведения итогов за определенный период времени. Конечно, это определенный аванс на будущее. Хотя возраст поджимает, но мыслей в голове все больше и больше, а времени все меньше и меньше. Хочется успеть. Вот предыдущие ребята, члены Союза, рассказали, осветили ряд направлений. Ну, в основном, моя работа связана с природой, с красотой нашего родного края, республики. Вот я стараюсь в своих работах отразить все возможные нюансы нашей окружающей среды. Что получается? Ну, многое, можно сказать, не получается так, как хочется. Но профессия художника в вечном поиске формы, линии, цвета, колорита, вот той красоты, которая нас окружает. И это предоставить зрителю. Оценку нашу дают не мы сами, а зритель. Конечно, я благодарен зрителю, который оценивает, советует. И мы стараемся учитывать все эти моменты в своих работах. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных выходных! Продолжение следует...